В тот день Абдул-Кадыр Хайдаров вместе с семьей отдыхал у озера Светлое. Купались, жарили шашлыки. Народу на пляже было много. Неожиданно на берегу стало происходить что-то неладное. Несколько детей вытащили из воды мальчика. На вид лет пяти. Прям вот здесь положили. Вот тут он прям. Даже нога, ножки еще в воде было. Кожа была синяя. Ребенок не шевелился. Дыхание отсутствовало. Пульс не пробивался. Мужчина понял. Медлить нельзя. Я увидел его и сразу бросился. Я смотрю, он лежит. Он без всякого движения. Ну, ребенок. Ну, мне было бы безрайц. Хоть он был бы в возрасте. В это время я ни о чем не думал. Самое главное, вытаскивать. Абдул-Кадыр начал делать искусственное дыхание. О том, как оказывать первую помощь, когда-то читал в книге, видел по телевизору. Вот и все знания. Но, к счастью, их хватило. Через несколько минут мальчик вдохнул. Пришлось сделать. Ну, на четвертый раз у него пульс появился. Вода пошла. Когда он уже стал дышать, не дышать, а сердечко как заработало, я уже почувствовал, что все, я его вытесил. Тут прибежала бабушка мальчика. Женщина очень переживала. Ребенок пропал у нее из виду буквально на минуту. Да, бабушка была. Просто она или отвернулась, или что-то. Ну, детей много. Жара на улице. И потеряла она. Это потом я узнал, что она бегает там. Может, соседи были, может, кто-то там другие. Они кричат, вот он здесь, Матвей здесь. Позже выяснилось, что малыш находился под водой около четырех минут. И без посторонней помощи вряд ли бы выжил. Пострадавшего увезли в реанимацию. Через несколько дней Матвея выписали из больницы. Сейчас его здоровью ничто не угрожает. Он снова прыгает и играет. Очень подвижно, говорит мама. Как тебе дела? Хорошо? Ну, скажи. Хорошо! В тот момент никто не хочет вспоминать. Потому что ночь была ужасная. Вот эти сутки. Все, и старший сын, и бабушка, все мы были в реанимации. Вот. До самой, практически до глубокой ночи. Слава Богу, все хорошо. Матвей веселый. Он поет, танцует. Все нормально. Играет, как все детки. Вот. Ну, просто будем надеяться, что последствий никаких не будет. Я думаю, что это мое счастье, что он оказался там рядом. Когда об этом случае стало известно, мужчину-спасителя объявили в розыск. За отважный поступок решили наградить и выразить благодарность. Благодаря вам удалось спасти жизнь несущего Матвея. Ваш поступок будет примером для тысячи жителей нашего района. Мы сейчас, кроме того, что своей наградой Воскресенского городского округа его поблагодарили, еще мы подали документы в Главное управление МЧС Московской области для награждения. Думаю, что в ближайшее время это будет рассмотрено. И также отметим его этой высокой уже областной наградой. Встречу спасителя и спасенного устроили неформальную в центре Воскресенска у фонтана с дельфинами. Тут собрались все, кто причастен к этой победе. Врач-реаниматолог, которая первой из специалистов оказалась рядом. Сотрудники МЧС, мама с мальчиком и сам герой. Правда, таковым себя Абдул Кадыр не считает. Самое главное, что он здоров. Героем это не чувствую, но что спас, я рад. Я боялся даже, а если не смогу. Ну, получилось. Теперь у Матвея появился второй день рождения. В МЧС сообщили, что мальчика ждут в свои ряды, когда тот подрастет. А в местной администрации хотят рассмотреть возможность, чтобы у города появился свой талисман. И Матвей, и его история для этого очень подходит. Александр Мартынов, Дмитрий Коновалов, Анастасия Уткина. Новости 360. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова